циркумфлекс пирожата с вами старпер и продолжаю проходить мессенджеры я к сожалению забыл болтал ли с этим чуваком или не болтал изумрудный голем я все никак не поверю в то что тебе удалось одолеть изумрудного голема у тебя была возможность разобраться в его мотивации это существо не было злым она просто рыла ходы что то есть она убила стольких гонцов в результате недоразумения ухты так о чем ты хочешь поболтать текущая локация добро пожаловать в иглы грибную топь не говорил еще никто и никогда да уж и зловещее место и не говори мне как-то довелось искать там в грязи один артефакт сдался я очень быстро что случилось с этой локацией легенда гласит что когда-то ею правило чудовище по имени первобытный страх но потом некая храбра монахиня одолела его оба и вправду были очень сильны но испуская последний вздох первобытный страх навеки проклял монахиню проклял легенда также гласит что монахиня и по сей день бродит потопе превращая всех прохожих в грибы о здорово никто не знает и есть ли во всем этом хоть слова правды но да я на твоем месте прибавил бы шагу так о чем хочешь поболтать рассказать и что ну конечно вот история жил был один гонец который все просил рассказать ему историю да ему следовало продолжать свою чрезвычайно важную миссию но все не мог успокоиться лавочник жившего вне временном пробелия поддерживал связь со всеми эпохами и поначалу был рад поделиться мифами и легендами которые услышал за десятки лет странствий увы гонец не способен был оценить мораль этих историй лавочник решил что с него довольно конец нет мне нравились твои истории ну уже может быть позже посмотрим блин отворот поворот мне просто дали только что короче вот еще одна новость я собирался начать записывать значит моего прохождения очередного этапа игры но в какой-то момент я подумал блин а может быть я смогу что-то еще сделать с микрофоном чтобы он звучал получше так что если сейчас голос звучит еще хуже чем обычно чему и не удивлюсь по не удивляйтесь и вы потому что я поковырялся в настройках и теперь все как-то очень странно по моему вот вы пишите если реально стало хуже не а может быть как-то попробую что-то исправить ну точнее говоря хотя бы сделать как обычно если получится ладно давайте пока что сосредоточимся на очень моей важной миссии а я блин не так да серьезно на смысле ты вверх бьешь да не бей ты вниз бей вот куда надо бей короче ой вот опять кстати говоря минус х пашечка придется быть поаккуратнее наверное или я не знаю что давай вылезти уже пожалуйста кстати да еще одна новость оказывается эта игра какой-то момент превратится из хардкорного платформера в метроидванию мне об этом вот рассказали в комментах к предыдущему выпуску даже боюсь предположить короче ладно грибочек живи но есть предположить как это будет выглядеть учитывая что здесь локи как бы немножечко линейные типа я иду вперед иду назад и все на этом пока что возвращаться особо не получалось с другой стороны если мне дадут какой-нибудь навык куда-нибудь ходить или карту как например в этом в шоу лайт я примерно тогда представляю как это все может выглядеть ну примерно фарик блин ты задолбал что готов рассказать мне историю не готов но я могу зато прокачать очки здоровья и я это сделаю спасибо бро да чё так больно ай не туда чё так больно там стойте хотя нет ну то есть там можно было по пройти очевидно но не обязательно да хватит меня натыкивать так собираем 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 я фарма машина ой я делал перекат воздухе и забыл что здесь нет перекатов печальная история надурил надурил да блин гриб коварный короче что-то эти грибы все коварные какие-то ненавижу их уже да в смысле а ёпта не заметил сорян так-то лучше тихо тихо вот так блин мне написали что эти в прошлом выпуске в позапрошлом кажется тоже дохрена дохрена секретов пропустил и если здесь действительно будет метроебания в какой-то момент то это даже очень славно потому что я смогу вернуться и все пособирать по идее но как она будет там на самом деле посмотрим потом ну стреляй ты уже как хочешь придется тебя убивать подождите-ка наверно мне надо было я вернусь вижу секрет а ну вот от этих я как раз могу оттолкнуться не понял там же и гриб зареспаунился вот я сейчас умру а так как мне здесь надо было пробираться через эту муху капец несправедливо и ради чего еще к тому же ну ради того чтобы направо попасть окей я понял ну как ладно давайте наверное подождем это место я типа запомнил ну хотя я о нем забуду наверно быстро но я типа запомнил его и соответственно когда у меня появится какой-то навык игнорирует шипы он же наверняка у меня появится я вернусь блин с шапкой по голове это как камнем только шапкой причем шапкой грибная помимо прочего ха моё почтение какое же животное мне срочно 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 нужны захилочки где там шанс выбить захилочку из этого из врага у меня аж прокачан этот скелл мне он срочно нужен вот да твою ж мать неяно да ладно не может быть босс так близко босс этого уровня берегись, я ощущаю впереди присутствие павшего. Павшего? Так мы называем гонцов, чей путь к цели завершился трагически и чья сила попала под тлетворное влияние демонической магии. Почему ты вдруг стал таким серьезным? Потому что нет ничего серьезнее сбившегося с пути гонца, готового вот-вот наброситься на тебя. А судя по этим рассказам о монахине, если это и впрямь та самая монахиня, о чем ты говоришь? О том, что тебя ждет битва на равных. Удачи. В смысле на равных? Кто может быть равен мне? Мне. Господи, да никто. Так, так, так. Похоже, у нас тут незваные гости. Тебе лучше уйти, это место прямо-таки кишит монстрами. Ой, мой иглогриб напугал тебя. Так это правда. Тебе не нравится моя армия? Что ж, очень жаль, ведь скоро ты к ней присоединишься. Погоди, этот свиток, неужели это... Нет, невозможно. Преклони колени перед королевой и прими проклятие игл. Мазохизм какой-то. Ну и что ты сделаешь? Ой, с порокой. Да ладно, она меня... А я не могу их отбивать. Нет, несправедливо. Может приземлишься? Мне нужно тебя втащить, подруженька. Эй, девчуля. Блин, задолбало. Очень много что-то у меня надамажило. Буквально тремя или... А, ну хотя, если три удара было, или даже четыре, то ладно, тогда немного. А в самый раз. Ну ааа, надо... Я амбицилио, забейте. Я понял, что делать. Надо же еще можно отталкиваться и в нее вылетать. И она еще и дамажится в это время. Ну, в смысле, встану ходит. Так, ладно, хорошо. Ну, хорошо, что до меня таки дошло. Лучше поздно, чем... Чем никогда. Хе. Видите, как только дошло, сразу дошло. У него тоже, у нее тоже демон был. Так, погоди-ка минутку. Ты вообще кто? Я Игл был. Игл был? Какое-то бессмысленное имя. Почему я никогда тебя не встречал? Меня изгнали много лет назад, когда меня прокляли вместе с моим гонцом. Этот голос... Может быть, ты? Уберусь? И еще бы. Пока, малявка. Какие-то, короче, драмы. Ой. Так, и что? Не может быть все так просто. Слишком маленького... Ну, ладно, горячая скала, хорошо. Пройду тогда и ее тоже. Раз такое дело. Потому что, ну, короткий выпуск получается, как по мне. Идем. Где ты там? Трави свои байки. Поздравляю! Тебе удалось добраться до подножия горы. Я почти у цели. Ты знаешь, что это значит? Ну, не знаю. Может быть, ты снова втянешь меня в сети диалога? Что? Ты имеешь в виду мою шутливую беседу с тобой? Полагаю, ты считаешь, что заслуживаешь награды? Нет. Да нет, считаешь. К тому же, тебе никогда не забраться туда без дротика с веревкой. Дротика с веревкой? Можешь особо не думать об этом. Вероятно, все таки будут называть его захватным крюком. Вот. Ты получаешь дротик с веревкой. Нажми Б, чтобы сделать бросок. Применяй его к кольцам, фонарям, стенам и врагам. Тебе что-нибудь нужно? Монахиня. А та монахиня. Как я и боялся, одна из самых многообещающих наших гонцов не погибла, а оказалась навеки проклята. Она стала королевой игл. Как это случилось? Об этом я расскажу в другой раз. Ну, стало быть, спасибо за дротик с веревкой. О, так по-твоему, все вышло как-то неловко? Можно и так сказать. Тебе явно никогда не приходилось сообщать боссу, что твой маленький эксперимент прошел не так, как задумано. Навеки изменив жизнь твоего коллеги. Эй, я все слышу. В общем, его можно применять к кольцам, фонарям, стенам, я понял. И что рассказать? Ну, конечно, блин, так даже только что не было истории вот опять. Эту историю я как-то рассказывал одному парню, который подарил мне возможность слушать музыку прямо в моей лавке. Давным-давно в мире была деревня с жителем, которой никак не удавалось выследить оборотня. Каждое полнолуние люди умирали, причем весьма кровавой смертью. Как-то раз одна храбрая молодая пара решила отправиться в лес. Ему предстояло стать охотником, а ей приманкой. В общем, клишированная постановка. И, как и следовало ожидать, в лесу они потеряли друг друга. И наш охотник остался один на один с чудовищем неподалеку от высокого утеса. В ходе пятнадцатиминутной битвы они поднимались все выше и выше. И, наконец, охотнику удалось отрубить оборотнюю лапу, Аккурат в тот момент, когда тот пытался его задушить. Охотник пустился на утек, а отрубленная лапа так и осталась болтаться на его горле. Когда он вернулся домой, солнце было уже высоко. Невесту он нашел тяжело израненной, истекающей кровью. Лапа на его горле вновь превратилась в человеческую руку. И тут он заметил на ее пальце кольцо, которое купил несколькими днями ранее. Конец. Ого, вот это жуть. Я все никак не придумаю название. Может, что-то предложишь? Может быть, невеста оборотень? Ух ты, отличная мысль. Честно? Нет, не честно. Название сдает весь сюжет. Совершенно справедливое замечание со стороны этого лавочника. Невеста оборотень, это слишком спойлерно. А, так вот как это работает. Так, стенам я не могу, да? Не жаль. Так подожди. А, нет, могу. Просто я недостаточно близко подошел. Ой, это я напрасно. Я еще ему втаскиваю, кстати, неплохо так. Ну, когда вылетаю. Нормоз. Нормоз. Сушить. Так. Так. Да, ё-моё. Блин, а скоро он успоко... Надешь дивизию успокоиться. Хватит. Хватит есть мои... Кристаллы времени или как они там называются, я уже забыл. Ну, в общем, это совершенно неважно на самом деле. Просто хватит их есть. Я тебя прошу. Мне самому надо. Угу. Так, а этот мостик ломается. Долгое здесь. Непростою. Опа. Хорошо. Чё, опять так быстро? Чё, подвох? Чё, подвох? Странно. Как бы, ну, я ожидал патрындить. Загадочная история. Да куда она убегает? Ага. Меня преследуют. Ну, а я так просто не дамся. Блин, да где все эти секретные нычки? А потом, вот я как бы смотрю на них. Ну, типа, пытаюсь их выявить. А потом мне скажут, опять ты всё пропустил? Десять тысяч секретов по дороге, куда бы ты там ни шёл. Были пропущены. Ой-вэй. Да ё-моё. Я хочу как бы на это повыше забраться просто. Вот. А чё я упал-то? Не понял. Ой, короче, идите в жопу. Хотя нет, не идите. Вдруг там реально я убил верхнего. Ну, идите в жопу, значит. Ой, секретная нычка, бля. А можно? А, можно. Ну, всё, спускайся. Ладно, сойдёт. Ну, не бей, не бей, не бей. Лучше. Лучше что-нибудь другое сделаем. Так, ребята, пора бы амут и сейф. Я опять сговорилкой, очень странно. Так, чат по-прежнему не работает. Что-то мне очень много подсовывает их, ну, разговорных этих комнат. И в чём смысл? Непонятно. Всё, умираю, умираю, умираю. А-а-а. Ща, ща всё сделаем. Найс. Вижу там шип, да хорош биться башкой, пожалуйста. Опа, сейф. Чё-то да хера подозрительно как-то. Но я нашёл секреточку, найс. Вот я молодец. И пропустил несколько по дороге. Но я думаю, что здесь она только одна. Это значит, что если я какие-то секреты здесь пропустил помимо... Ну, в смысле не помимо, а просто пропустил. О, они были не самыми важными. Потому что самое важное, я так думаю, это монетки эти зелёные. Ай. Такс. Ой, ой. Уйдите, уйдите. Опять мне предлагают поперетирать и опять не будут никаких разговоров. Такс, давайте проверим. Долг дьявола сокращает гонорар кварбла. 400 нужно, а здесь 500 и здесь косарь. Окей, значит собираем 400, чтобы меньше кварбл забирал всех этих штук. Подвох. Кстати, я наверх могу. Не, жаль, не могу. А, качай-то палатка. Ну, причём подвох. Ну, помимо того, что меня будут пытаться накуканить эти хреновины. Не знаю, не знаю. Ну, вот я сюда схожу. Ай. Спасибо. Так, аккуратно. Тихо. Аккуратно, 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 аккуратно. Блин, ну не могу я их разбивать. Ну, и хрен с ними. Ой, ой, больно. Сейчас будет больно. Ладно, придётся. Ну, дай себя понимаю, что я могу проскочить, но... Хотя, впрочем, чего мне ждать. Так, и я, видимо, у второго босса за этот выпуск. Ой, не-не-не, я не собирался выходить, подожди. Давай, давай разговаривать разговоры. Босс этого уровня. Похоже, меня ждёт встреча с боссом. Ты, конечно же, хотел сказать с боссами. С боссами? С боссами. Тебя ждёт встреча с боссами. То есть, здесь мне придётся сразиться не с одним боссом. Ну, по сути, это скорее индивидуальная тренировка, чем битва. Что? Ай, не дай мне всё испортить, иди и посмотри сам. Да не вопрос. Индивидуальная тренировка, блин. Сейчас я чувствую, у меня личико подровняют немножко. Да ладно. Ещё один день, и ещё одна порция похлёбки кипит в котле. О, да. Жизнь в горах просто огонь. Но мне так не хватает искателей приключений. Это точно. Помнишь людей? Ещё бы. Они были почти так же интересны, как предсказания, в которых и так всё понятно. Ой, смотри. Человек. Кто бы мог подумать? Эй, сел, глянь-ка на эту кроху. Ого, ачи, видишь этот свиток? Эй, малявка, ты что, рассыльный? Не говори глупостей, ачи, все знают, что это наручный. Ты всё путаешь, сел, я практически уверен, что это посыльный. Да нет, всё не так, ачи, на самом деле это эмиссар. Да ладно тебе, сел, я ведь помню, что это курьер. А тебе серьёзно, ачи, может, сойдёмся на посланца? Это можно, сел. Ну, хочешь проверить спортивную подготовку посланца? Я думал, ты никогда не спросишь, ачи. Покажи, что ты умеешь, малявка. Покажи, что ты умеешь, малявка. Ёпти. Я могу вас бить. Значится. Бить я вас могу. Получать люлей могу. Бум. В сущности до хрена всего могу. Ну, если так посудить. В смысле, что ты блоки ставишь? Тебе не говорили, что... А-а-а. Спину, типа, надо наваливать, я понял. Камень себе, забери себе свой камень. Под люки. Что, больно, да? Блин, наверное, меня всё-таки умутают. На первый раз. Ай, так и знал. А хотя он же так уже делал, да? Камень. А, скатина, он меня. Кхахахах. На бедренной повязкой снес. А-а-а, под люкин. Да бляха-муха Блин, они очень рано начали маркать Может быть мне получится все-таки не провести здесь 2 года на них А убить побыстрее, ну как-нибудь, я не знаю Например, вот так, кстати говоря Просто я привык, что на аренах обычно нижние части стен типа разломаны И я не могу на них висеть Да, это было несложно на самом деле Стены подвели, ну, я даже не обратил внимания, что на них цепляться можно И два из трех ударов, которые они делают, или три из четырех, я бы просто доджил Это ж надо сил, рука у почтальона, ох, какая тяжелая Лучше и не скажешь, Ачи Ты нам нравишься, Крохо Что думаешь, Сил, наверное, Крохе необходимо забраться на вершину нашей горы Похоже на то, Ачи, предлагаю помочь Согласен, Сил, давай сделаем это Спасибо за разминку, Крохо А сейчас не двигайся, ты можешь ощутить покалывание Погодите, что? На старт, Сил Внимание, Ачи Ваш! Мне дали пенделя и тумака Что-то я проголодался, может, перекусим, Сил Я возражаю, Ачи Мы пообещали друг другу не есть Пока наш чертополох Сила не будет готов к добавлению в котел Совсем забыл, Сил Конечно же, его магические свойства сделают нас еще сильнее Блюдо будет сочным, Ачи Блюдо будет с мясцом, Сил Посидим над похлебкой, пока чертополох не вырастет И они сели над похлебкой Ледяная вершина Я пулей промчался просто на ее Итак, засейвлено И знаете что? Я не пойду искать Выход, ну в смысле сейвпоинт Я остановлюсь здесь, потому что в начале каждого уровня и так есть сейв И не буду тратить ваше время И заодно покажу всю эту локацию в следующем выпуске От нее начало в этом, потом середину в другом и так далее Так что, пирожат, спасибо большое, что досмотрели до конца Подписывайтесь на мои каналы, все ссылочки в закрепленном комментарии Жмите колокольчик и все остальное С вами был Старпер, всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok